Всем привет! Меня зовут Иван, специалист для проекта All Multicam. Сегодня тема нашего ролика – это тюнинг для оружия. Вы видите один из вариантов тюнинга для оружия, который позволит вам выполнять более качественно ваши поставленные перед вами задачи. Основные элементы, которые здесь присутствуют – это приклад, крышка ствольной коробки с пикатинни, цевьё с пикатинни, накладка с пикатинни и, соответственно, комплект дополнительного оборудования, который позволяет вам улучшить качество, во-первых, перевести ваше оружие в режим всесуточного и использовать оружие более эффективно. Давайте подробно пройдемся об основных элементах и, возможно, остановимся на деталях. Приклад имеет шестипозиционную подстройку. В зависимости от того, собираетесь вы использовать его вместе с бронежилетом или без, а также в любых положениях стоя, с колена или лёжа, вы можете подгонять индивидуально приклад для себя обычным нажатием на клавишу. Дальше мы видим здесь с вами пистолетную рукоятку. Пистолетная рукоятка позволяет более эффективно удерживать оружие, надежно крепится, имеет рёбра противоскольжения и внутри оборудована специальная металлическая пластина, которая сопрепятствует вламыванию этой рукоятки в процессе эксплуатации. Дальше видим здесь увеличенная кнопка выбрасывания магазина, которая позволяет выкинуть магазин, не используя левую руку. Дальше вы видите окно, расширенное окно приёма магазина, для того чтобы можно было использовать магазин более быстро в процессе перезарядки. Вы видите, как расширяется окно магазина, как в спортивном оружии. Магазин быстро и легко присоединяется к оружию. Дальше для удобства перезарядки мы видим с вами накладку на затворную раму, которая бывает различных вариантов. Мы вам можем предложить наиболее подходящую для вас. Цевьё, которое совместимо с гранатомётом, на котором можно установить дополнительное оборудование, которое требуется для выполнения задачи. Например, пистолетная рукоятка управления огнём. Она позволяет сформировать правильный хват оружия и делать более быстрые переносы. И хват всегда у вас остаётся однообразным. Дальше мы видим с вами накладку на газовую трубку с пикатиней, которая позволяет нам вывести в один уровень крышку ствольной коробки и пикатиней газовой трубки. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли с вами разместить различные приборы на данном автомате. Данный тормоз-компенсатор предназначен для снижения вспышки для выстрела, чтобы была возможность не демаскировать стрелка. Основным прицельным приспособлением в дневных условиях является коллиматорный прицел. В данном случае его оттащим. Для более эффективного использования предлагаем вам воспользоваться магнифером для увеличения картинки, получаемой через окно коллиматорного прицела. Резервные прицельные приспособления в случае выхода основного прицельного приспособления являются механически скиривающейся мушкой целью. Они видны в проеме окна коллиматорного прицела и убираются, когда они не используются. В ночных условиях основным прицельным приспособлением может стать лазерный целеуказатель в инфракрасном спектре, совмещенный с осветителем. В данном случае это осветитель СОТ. Вы увидите, как он выглядит. Блок лазерных целеуказателей. В этом случае у нас коллиматор становится резервным прицельным приспособлением, переводится в ночную ветку и совместно с точным прибором вы можете прорать цели в ночных условиях. Блок управления лазером находится основное включение-выключение происходит вот этим рычажком. Управление лучом, включение-выключение, может осуществляться по беспроводной кнопке, как в данном случае. На оружие ставится также фанарь, который приводится в действие. Вот видите, я легко могу управлять фанарем и лазером. Фанарем и лазером. Автомат обязательно оборудуется, в данном случае это макет у нас, оборудуется ремнем для оружия, для того, чтобы в процессе эксплуатации его не утерять, в момент взрывов или просто при движении на технике или в других условиях, тогда требуется зафиксировать автомат на себе. Данный ремень у нас подпружинен. Это компания Viking Tactics. Он позволяет легко регулировать длину, быстро подтягивается и позволяет поражать цели как с правого плеча, так и с левого. Можете видеть, как он выглядит на мне. Я могу легко его подтянуть или отпустить. Подтяжка осуществляется слишком. Итак, мы с вами сегодня посмотрели один из вариантов тюнинга для оружия, который позволит вам более эффективно и качественно выполнять поставленные перед вами задачи. Это не аксиома, это один из вариантов. И это комплекс, который позволяет решать именно вашим оружием задачи, поставленные перед вами все суточно. Спасибо за внимание. С вами был Иван. Специально для проекта All Multicamp.